Всем привет дорогие друзья! Сегодня будет, как всегда, очередной влог. Мы, как всегда, с Оксаной вместе с утра в 6-9 часов. Едем по работе на базу. На базу, но я очень надеюсь, что мы сегодня быстренько поработаем. Быстренько съездим, не загадывая. Потому что у меня сегодня еще масса дел. Каких дел, сейчас я вам все потихонечку буду рассказывать. В общем, вы меня знаете. Я недавно спрашивала, буквально через видео, ехать в отпуск или не ехать. Очень-очень долго я сомневалась. Рассматривала Сочи для поездки, но потом все-таки выяснилось, что можно попасть в обсерватор. Если бы я поехала, то есть там все равно ограничения с 21-го снимаются. С 21-го мне поздно, потому что мне 3-го нужно вернуться. Очень хочу попасть в июне. Все-таки еще нет такой жары, какая будет в июле. И, ну, в общем, очень много вот этих всяких разных составляющих. В общем, колебалась, колебалась. Но потом прочитала новость, что с 15-го числа в Крыму убрали обсерваторы. И те, кто приедут, туда уже не могут попасть. Вот. Это стало решающим фактором в выборе места направления, куда нам ехать. Так что завтра мы летим. Летим с Ваней. Не знаю, как все пройдет. Все вам буду обязательно, конечно же, показывать, рассказывать, какая ситуация в аэропорту, в Симферополе. Как встречает, кто встречает и так далее и тому подобное. Расскажу, какие у меня будут с собой документы. Ну, собственно, документы. У меня есть договор аренды на квартиру. И есть свидетельство о собственности вот этих собственников, чья это квартира. Но жить мы будем в студии. Вот, Оксана открыла окошко. Сейчас ничего слышно не будет. Но давайте потом попозже расскажу. Все, ребятки. Самоизоляция закончилась. Все машины выехали разом на МКАД. С обратной стороны даже уже какая-то такая небольшая пробочка. Постоянно кто меня вот бухту спрашивает, где находится, это у нас Дмитровское шоссе. Дмитровское шоссе сразу за торговым центром Рио. Потому что всегда, когда снимаю видео с бухтой, и потом у меня вопросы. А где это? Что это? Ну и пока закрыли сейчас окна. Все-таки слышимость должна быть у вас нормальная. Сейчас мне нужно быстренько поработать. Потом, вчера стала собирать уже чемодан. Но предварительно. Знаете, хорошо, что я за один день начала его собирать. Потому что выяснилась одна пренеприятнейшая вещь. В ванне три пары шорт. Ну, купальных. Купальные такие плавки, которые тянутся в виде шортиков сделаны. Три. Ну, я их так в чемодан складываю, а потом у меня, знаете, такая смутная мысль. Пойму, а дай-ка пусть Ваня померяет их. И, в общем, Ваня даже их натянуть не может. Ёлки-палки. Три, понимаете? Три. Ваня – это ребенок. Он растет. А когда женщины пытаются влезть в прошлогодний купальник, да? Или шортики, понимаешь, чем дело? А то, да, ты же Ваня вырос. А тут сами-то еле-еле. Да нет, с купальниками вообще засада. Я хотела вот в этом году на садоводе купить, но ведь все было закрыто. Сейчас уже не успеешь. Потому что мне очень нужны купальники. Потому что, ну, уже все мои такие, они, знаете, вот, вот. Нет, ну, они от бассейна становятся такие в непотребном виде. Ну, то есть краска с себя слезает и все остальное. Но я так думаю, ну, что мне дороже, отдых или искать купальник сейчас бегать? Ну, нет времени. Просто нет времени физически. Я вчера пришла, просто вот, ну, собрала этот чемодан и упала. То есть мы вчера что-то тоже столько всего делали, что я даже не знаю. Реально не успеваешь просто что-то сделать. То есть вы тоже не видите вот всего процесса, вот что происходит, да? Вы видите там какие-то часы умы, они там постоянно отдыхают. Но на самом деле, к сожалению, это не так. Постоянно вкалывают. Для того, чтобы отдыхать, да, нужно работать, к сожалению. Было бы очень хорошо, если бы можно было не работать, получать много денег и только отдыхать. Это было бы замечательно. Вот даже думаем на ту тему, как вот вместе поехать и как оставить вот бизнес. И не знаю, может мы что-нибудь придумаем. Может я приеду, а может и нет. Да, ты сама не приеду. Тебе только, если тебя вытащишь самостоятельно. Вы знаете, как я в прошлом году Оксана уговорила поехать со мной в Крым. Я очень хотела посмотреть. У Оксаны тоже находилась куча отговорок. А как мы оставим, и как мы уедем, и кто будет там следить, и все остальное. А вот насчет следить работы и всего остального. То есть как бы есть онлайн камеры, это раз. Есть ватсап всегда связь, это два. То есть ты всегда находишься при деле. То есть у тебя все эти данные, все, что там у тебя в магазине, все это приходит на карту, потому что практически все деньги, они, ну не на карту, на счет признают. Да, без нау. В основном в магазине без нау. То есть наличных денег сейчас становится все меньше и меньше. То есть там выручки вот именно по наличным, они минимальны. И все эти минимальные, они на зарплату в основном уходят, либо на товар. Вот. Поэтому у тебя все под контролем. Ты, во-первых, следишь за продавцем. Как бы нет такой вот сложности, что ты уехал там на 14 дней и все там без тебя, все остановится. Нет, но просто как бы Оксане ей вообще очень нравится участвовать в процессе. Ей нужно все лично проследить. Мне тоже. Но и отдыхать тоже нужно, в том числе и находить время. Ну вот в этот раз Оксану не уговорила я с собой поехать. В общем, масса, масса отговорок. Ну да, ну а против, кто на даче будет помогать? Кто на даче будет возить? И травку драть. Мне вчера в Инстаграме, знаешь, что прислали. Кот такой смотрит на море. Хочу на море, а ноги идут на грядки. Я вчера там смеялась. Хочу на море, а ноги идут на грядки. Ну, в общем, я много анализировала и много думала. Муж у меня не против. Самое главное. Да, мама против категорически с папой, что сейчас такая ситуация. Но я вот как рассуждаю, поймите меня правильно. Многие скажут, ой, такая ситуация с ковидом. Сейчас наступит 1 июля, официально разрешат отелям принимать туристов. Уже на 80%, я читала в новостях, раскуплены все туры, какие есть, на июле и на август в Крым. Не знаю, насчет Сочи. Вот. То есть в июле люди ломанутся, отдыхать. Потому что, ну, понятное дело, что целый год работали, плюс на самоизоляции сидели очень долго. На самом деле это очень сильно на нервной системе сказывается. Что, в общем, у кого есть возможность, у кого там есть накопление, есть средства, кто не потерял работу, те поедут на юг. И вот в июле, в августе будет суперценник. Хоть и говорят, что там в Крыму цены не поднимут, что они будут такие же. Я в этом очень сильно сомневаюсь. То есть вы знаете, что когда большой спрос, спрос рождает предложение. То есть, соответственно, как бы будет все дорожать. Поэтому вот мне хочется сейчас, вот в этот период, когда не очень жарко, это раз, когда относительно недорого. Ну, для кого-то дорого, для кого-то недорого. Билеты стоят туда-обратно 9 тысяч на одного человека. То есть билеты нам вышли с Ваней, Аэрофлотом, компанией 18 тысяч рублей. Я считаю, что это недорого. Ну, вот, как бы для меня это недорого. Потому что, ну, 4,5 тысячи самолет, когда у нас сотрудница, у нее в Крыму жилье, и она ездила на поезде. Поезд стоил, сколько, на 6 тысяч, говорю? Ну, что, не помню. 6 тысяч, и при этом ехала практически два дня туда, да, на поезде за 6 тысяч рублей. Тут 4,5 тысячи самолет, ты за 2,5 часа там уже находишься. Да-да. То есть, я считаю, что это прям, ну, очень хороший ценник пока что еще. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, жилье снять тоже пока что еще не, 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 тоже, ну, как бы для меня. Понятно, что для кого-то там, ну, может быть, это высокий очень ценник. Но 4 тысячи у нас получается студия большая с Ваней. Я считаю, что это тоже, как бы, в день, ну, нормальная цена пока что еще, адекватная. Ну, посмотрим, сколько там потратим мы на питание, потому что питание там, ну, питание, опять же таки, цены московские мы с тобой были. На что-то выше цены, но в основном московские. Да здесь особо неохота, когда жара. Да, когда жара, я не думаю, что там прям... Не можешь там щи, борщи сидеть, наворачивать. Не, ну, у нас там какая-то должна быть кухня, то есть, как бы, можно купить помидоры, огурцы, да, вода, вино. Ну, белая, сухая, массандровская. Вот, поэтому... Не заходила, что, в пятерочку. Уже все там и покупатели все без масок, то ли не отписали. У нас уже вообще практически все без масок во многих магазинах. Хотя, конечно же, это запрещено. Детка, только на рынке вот так вот можно. Идет парень, этот барана несет. Барана что-то еще такое несет. Ну, вот, как видите, да, что многие все-таки на рынке в масках, сейчас все носят маски, когда маски на подбородке у большинства людей. Новый способ на шее маски. Маска спасает от штрафов. Ребятки, из-за чего мы едем, собственно говоря, сегодня на рынок? Сейчас нам практически все возят поставщики. Все возят. Кроме вот этого, вот, всех расходников, все расходные материалы, типа вот этих вот стаканов, подложек, кассовой ленты, чековой, пакетов, всего остального. Вот из-за этого приходится ехать. Ну, а так как ты уже за этим приехал, то, соответственно, уже берешь и дополнительные какие-то товары. Ну, просто, чтобы порожняком не ехать, чтобы машина была забита. По дороге обратно у нас путь всегда идет через Зеленопарк, Декатлон. И, Ване, мне очень-очень нужно взять плавки. Ну, они, конечно, там тоже-то будут, у стопудов. Но там бегать, искать хорошо, когда у тебя уже они есть. Ну, и тем более там сетевых-то магазинов нет. Вот, и здесь проще, я так думаю, будет. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Так, сейчас с вами... Ау! Полотенце... Слушай, а вот эти полотенца, кстати, удобные. С собой брать, смотри, как. И в виде халата. Это я сейчас возьму 499 рублей. Ну, у меня есть они дома. Так, а тележки нет у нас? Тележки? Возьми, Оксана, ты, пожалуйста. Вот это мы обрадовались, приехали в Декатлон. Вышел парень, а здесь так вот, смотри, ты все огорожено кругом. А мы не можем пройти? Мы не можем пройти, мы не можем понять, в чем дело. Оказывается, губернатор Московской области, в общем, запретил примерку. И я так поняла, что проходить нельзя, что ли? А как же все торговые центры открылись? В Зеленограде. А это Московская область, получается. А, это Московская область. В общем, сейчас шорты он нам принесет сюда, покажет, что есть, а туда мы пройти не можем. В таком случае, вот здесь я вижу, что эти футболочки симпатичные такие детские, по 249 рублей на мальчиков. Ну, это эти белые такие, на физкультуру ходить, вот сразу тебе спортивный костюм, на физкультуру ходить. Такая система, нам принесли сейчас вот эти вот сюда плавки на выбор, какие вы хотите. Ну, вот это вот 141-150, но я что-то так, зная Ваню, засомневалась, что они ему будут как раз. Сейчас попросила принести размер побольше. Ну, это вот рост уже 150, вот это рост уже 150. Не будем открывать, вот несет. Видите, как называется, видит о, когда зуб не имет. Вы можете вот отсюда просмотреть все, а здесь все закрыто специально. Это как бы бинокли тогда выдавали. Вот так вот, да, вот отсюда смотрите, вы смотрите. Ну, в принципе, как бы вот дальний ряд-то я уже не могу рассмотреть, да? Нет, бинокль надо выдавать. Ага, вот, кстати, маечки хорошие, хорошие все. И к вам вот так вот подъезжает молодой человек или подходит и приносит вам в каком-то количестве. Вы знаете, меня всегда постоянно вот такие комментарии добивают, которые пишут, что сами работаете в магазине, а постоянно продукцию покупаете где-то в других местах. Сейчас вам коротко покажу, на чем специализируется именно наш магазин. И что я покупаю в других местах. Чтобы было понятно, да, что как бы вот основной ассортимент, на что мы сориентированы, это прежде всего пиво. Пиво у нас абсолютно разное. Есть иностранное, есть наша. Вода, сейчас жарище стоит на улице 30 градусов. Воду заказывать не успеваем, потому что постоянно все разбирается. И вот такое вот иностранное пиво. То есть, далее. Мороженое. Мороженое сейчас пользуется бешеной популярностью. Тоже заказываем практически каждый день. Потому что заказали вроде бы много, за один день все уходит. Ну, понятно, что как бы вот такая вот заморозка, она сейчас никому не интересна, но тем не менее ее тоже берут. И соки, вода. То есть, это тоже все пользуется очень-очень сильной, большой популярностью сейчас. И как бы вот это вот, как бы вот такой вот основной товар. Конечно, энергетики. Энергетики сейчас тоже очень хорошо покупаются, раскупаются, потому что они холодные, стоят у нас все в холодильнике. И, как видите, тоже уже очень много пустого места, потому что приходишь утром, и постоянно нужно делать уже какие-то заказы. Мороженка. Бум нашего времени. Сейчас, Лен, какой у нас самый ходовой товар по мороженому? Дети какие больше всего берут? Ну, вот эти вот, мне кажется, берут. Нет, и вот эти вот. Лед разнообразный. Хочу сказать, что основной наш ассортимент – это вода, пиво и снеки. Снеки вот самые-самые разнообразные, потому что вот это вот все, оно уходит в лед. Тут же пришел быстренько пивка, чипсов и в лесок. Что касается колбасы, то вот такой у нас ассортимент. То есть, самое минимальное, то, что берут. Рыба тоже минимально, к пиву, что берут. Молочка у нас не идет вообще, в принципе, поэтому вот такой вот холодильник, потому что очень-очень плохо разберусь. Законный стакан кофе и покоя. Все, едем мы по домам, но меня сейчас Оксана насмешила, я не могу этого не рассказать. Ну, ты убей, что так. Она сейчас говорит, ну вот я, говорит, похудела на 5 килограмм, говорит. Ну, сейчас за июль, говорит, похудею еще на 5. Ну, говорит, к августу как бы постройнее ем, да. Говорит, а потом поедем в хороший отель. А как, говорит, там не удержаться, как там удержаться, там все равно, говорит, нужно все попробовать. Конечно. Там, говорит, мы быстренько все и наберем. Нет, ну, допустим, представьте, вот, кто смотрит видео постоянно Сегинус, там чего только нет. И я буду сидеть с сухофруктами, чай пить? Да нет, конечно, буду есть. Оксана говорит, поехать в Сегинус, говорит, и сидеть, смотрите. Изюмчик. Ой, как же изюмчик, да. Изюмчик, да, сухофрукт. Нет, конечно, я себе буду во всем поздравлять. Да нет, Оксана, ты знаешь, что, я так думаю, что те, кто активно спортом занимается, да, вот очень активно, то они сколько бы ни ели, у них это все сгорает. Просто нужно, если ты поел, нужно какую-то активную, видимо, тренировку прямо. И ничего тогда не отложится. Поел за ужином и ходить по побережью. Ну, вот я просто не могу, потому что у меня, нам же туда налево поворачивать, что у меня срыв происходит. Вот я сейчас не ем сладкое, слава богу, как бы мне не тянет на него. Вот сегодня печенье абсолютно равнодушно выкладывало даже на него, мне глаз не ложится и не хочется. Ух ты, достижение. Ну, достижение, на самом деле. Ну, как только вот стоит мне вот что-то вот сладкое положить в рот, все, я не могу отказаться. Вот знаете, как вот сносит вот крышу, как вот, наверное, у алкоголиков, наверное, так бывает. Не, ну, на самом деле, это тоже же сладость, это удовольствие, конечно. Да, и я вот не ем, абсолютно сейчас не тянет. Я даже, вот мы сейчас едем, сколько времени? Два часа дня. Я говорю, Оксана, а мне даже есть не хочется. Я с утра кашу поела, и все. Кофе на рынке сделать, но он мне с сахаром сделал, но я очень хотела кофе. И прямо уже чувствуется сахар. Сахар, а я не пью кофе тоже с сахаром, не пью чай с сахаром. Никогда не пила кофе с сахаром, никогда не пила чай с сахаром. Я вот за месяц 5 килограмм. Вот вчера было ровно 30 дней, да, у меня показывают, 30 дней. Это ежедневной ходьбы, не менее 10 тысяч было. Ну, 10 тысяч – это самое маленькое шагов. Это и 12 тысяч, и 16, и 18, и 20. И обязательно утренняя зарядка, потому что у меня со спиной тоже проблема. Я ее делаю там на протяжении, ну, долгого времени. Пришла домой. Дома ничего не меняется. Даша на меня смотрит в упор. Ваня в рыбке упражняется. Чемодан. Ну, сейчас покажу вам вкратце. Я не буду показывать уже, как мы что собирали там. Что купили. А, кстати, Ванька, помири-ка мне сейчас сразу. Так, в общем, Оксана сейчас позвонила, прервала меня. В общем, купила Ване вот такие вот плавательные шорты в декатлоне. И вот такие вот. Знаете, даже я оценила потом. Думаю, что, в принципе, как бы и ходить искать не надо. Тебе принесли, ты уже выбрал. Вань, помирь, пожалуйста. Надеюсь, что они тебе как раз будут. Ваня! Танцует стоит. Танцор, дик. На, держи. Так. Ну, вот эту штуку я вам показала. Сейчас с собой как раз таки возьмем пачку кофе на всякий случай взяла. На рынке, чтобы там не искать, потому что без кофе я не могу. И зашла в Золу. Зола, да, называется сеть. Или Зола, или Зола. И купила себе шорты. Сейчас у меня как раз есть время постирать. Все, плавки постирать. Сколько они? 1799. Вот они хорошо тянутся. Отлично. Потому что я так вот одну пару взяла. Одна пара у меня вот эти вот уже такие все разорванные. Поэтому, наверное, отложу их, уберу. Мама. Так, ну что? Ну, неудобно, но скорее всего... Ну, ты подтяни, удобно. Неужели маловаты, а, Вань? Господи. Ведь это же 146. Не знаю, как ты в них ходишь. Иди в 140 миллиард. Ну, вот так вот. Ну, во всяком случае, он у них влез. Потому что вот могу три пары вот таких вот шортов могу отдать на размер 130. Да, скорее всего, у меня трусы так сложно. Ай, бог с тобой, трусы, не трусы. Так, в общем, беру две пары шортов. Ваня, Ваня, сейчас покажу. Да не надо, зачем мерить-то все? Эти больше чуть-чуть. Эти я взяла чуть побольше, поэтому тебе будет отлично. Ваня, одни шорты, футболка, ну, вот комплект футболка, шорты. Еще одни шорты, еще одна футболка. Так, еще одни шорты, еще одна футболка. То есть, это сколько у меня получается у Вани? Три комплекта, плюс еще одна дежурная футболка, четыре комплекта. Думаю, что Ване более чем достаточно должно хватить. Себе беру одну футболку. Вот это вот все даже разбирать не буду. В общем, здесь много всего. Вот это вот в основном косметичка. Ой, в смысле косметичка, аптечка. Ну, вот такое вот количество. Вань, что, почему ты меня все время прерываешь, а? Что тут у нас летит? Не знаю, что там у тебя летит. В общем, здесь все возможные средства. От отравления, от головной боли, от температуры, от антибиотик, бепантен. В общем, все, что только может пригодиться. Все это я беру с собой. Бегать искать там ничего не хочу. Что это за вот эти маленькие таблеточки? Даже не знаю. А, фабазол. Что такое фабазол? Что-то успокоительное, по-моему. А зачем мне успокоительное? Что-то... Ну, у меня я птичку вчера посмотрела так, краем глаза. Успокоительное мне точно не надо. Даже есть циклоферон у меня здесь. Это противовирусный препарат. В общем, вот таким вот образом. Помимо всего прочего, значит, я беру себе бальзам для волос. Вот это вот не могу вспомнить. Но я переведу, конечно. То ли это масло для загара, то ли это от загара масло оливковое в Таиланде покупала. Беру его с собой. Так, даже какие-то фотографии у меня с собой есть. В общем, ножницы, очки, ножик, как всегда, какое-то средство с 50% защитой для Вани. Но для Вани я еще вот такое вот взяла. Но я его не очень люблю мазать. Он сгорает моментально. Но дело в том, что у него раздражение на все вот эти вот мазюкалки. Моментальное раздражение. Все покрывается прыщами. Сколько я вот этих вот разных. И как оно называется? Горанье, Илориале. В общем, каких только никаких. Он сразу же покрывается мелкой сыпью. Поэтому, ну, с ним только вариант такой, что ходить, когда вот там до 12 разрешено и после 4. Вот. Вот такой. Сейчас еще шампунь положу, разумеется, зубную. Пасту, зубные щетки. Ну, они все здесь уже машинку пину. Вот такую вот сумочку мне в самолете тогда подарили. И здесь я беру разные помады, дезодоранты, ножницы, ватные палочки. Вот все что-то такое. Ваня все, смотрите. У Вани самое главное собрать игрушки. Да, Вань? Вот Ваня себе запасает игрушки. Мама все необходимое, а Ваня игрушки. Так. Ну, плюс мы же едем к нам на море, да. Поэтому беру полотенце. Потому что я чуть не знаю, у нас там, наверное, скорее всего, полотенца не будет. Это же такая студия. Жить мы будем в студии. Это же не то, что там прям какой-то отель. Так. Это у Вани джинсы. Я не знаю, сейчас вообще целесообразно брать теплую одежду. Потому что сейчас у нас на улице мы задыхаемся. Но, в принципе, наверное, в Крыму тоже может быть все что угодно. Поэтому все-таки теплая какая-то одежда должна быть. Но они одни, единственные. Вот брюки длинные, у него будут одни. Так, это что-то еще какие-то шорты, Ваня. А, значит, у него 4 комплекта, что ли, получается, одежда. Но Ваня это такой друг, что ему нужно побольше. Потому что у него все всегда пачкается, марается. Так, далее. Купальники. Ваня еле-еле нашла кроксы его размера. Кроксы обычно, знаете, в детских магазинах, в спортмастере, я ходила и искала, продается максимальный 34 размер. Вот это взяла 36-й, хотя у Ваньки 37-й. Но вот кроксы, они большие, в принципе, вот эти вот ему подошли. А больше нигде не было этих кроксов. Я не знаю, что-то кошмар какой-то. Еле-еле нашли, потому что без тапочек, разумеется, никуда. Вот таких вот у меня есть два пляжных платья. Одно турецкое. Одно в Таиланде. Ну, собственно говоря, на море что нужно? В основном нужны вот эти вот дойти до лежака, снять личный лежак. Все, больше ничего не надо. Так, ну, на всякий случай беру платье. Не знаю, там носить его придется, не придется. Ну, вот такое вот платье я беру себе. Да вот думаю, сейчас, что надо что-то уже как-то отполовинивать. Беру футболку. Одну. Вторую. Что-то как-то уже много всего. Так, вот такой вот козырек. Я очень не люблю кепки, очень не люблю шляпы. Ну, может быть, я себе просто не подобрала то, что мне подходит. Ну, вот от солнца, как вариант, вот такой вот козырек взяла. Ну, вот это вот, наверное, пляжное платье точно мне не нужно. Куда мне их столько? Так, откладываем в сторону. Так, платок. Ну, платков много не бывает, поэтому платок выкладывать не буду. Пусть будет, потому что я несколько платков взяла. Ваня взяла на рукавнике, хоть он уже и умеет плавать, но у нас там будет глубоко сразу, глубокий спуск в воду. Поэтому мне будет спокойнее, если он будет на рукавниках. Еще ему вот такую доску для плавания тоже взяла. Или ему, или себе. Я-то плаваю отлично, но тем не менее, пусть будет. И вот такой вот домашний костюмчик, можно сказать. Шорты в полу асан и майка. Все. А, ну еще для укладки фен. Вот такая вот у меня укладочная фен-щетка. Я феном обычно не могу укладываться, а вот эти вот штуки... Хотя сейчас я волосы вообще убираю, потому что мне постоянно жарко. Вот. В общем, вот таким вот образом. Что еще осталось? Остались разные блогерские штучки. Ну, не только блогерские. В принципе, это всем пригодится. Там пауэрбанки, провода для телефонов, зарядки. Ну, камеру, не знаю, брать ее или не брать. Что-то я как-то уже отвыкла даже камеры снимать. Ну, наверное, скорее всего возьму. Мама, бери! Мама, бери! Я княж ее дал! Да, конечно. Если только под водой поснимать, вот можно тогда ее взять. Я хотела поехать в Сочи. И мне скинули очень хороший вариант. Вот зрительница Галина, спасибо ей большое. Я созвонилась с владельцей вот этой вот квартиры. Я хотела именно квартиру. Но владелец вот этой вот квартиры, что мне сказала? Что, говорит, вы можете 50 на 50. Можете в аэропорту приехать, вас пропустят. А можете приехать, вас не пропустят. То есть обсерватора еще там никто не отменял. На тот момент, когда я искала, это было 3 дня назад. Потом посмотрела видео Азаровского Юрия. И он тоже самое сказал, что, говорит, это все на ваш страх и риск. Но, типа, малоофициально ничего еще не отменили. Так что, говорит, даже блогеры там с именем и трехмиллионники, которые там в инстаграме сидят сейчас в обсерваторах. Ну, то есть, понятное дело, что это не камильфо для меня. Поэтому Сочи я отмела как вариант. Хотя вариант был шикарный. Квартира прямо в центре Сочи с хорошей стоимостью. Перелет, кстати, в Сочи тоже вообще недорогой. Даже, по-моему, дешевле еще билеты стоили. Вот. Ну, то есть, вообще, было бы все замечательно. Но, как бы, не вот это вот обстоятельство. Поэтому я стала рассматривать Крым. Крым с 15-го числа открыли для местных, но не только для местных. А я читала полностью вот это вот, как оно там, постановление или что, главы края. И там написано, что просто обычные россияне тоже могут приехать. Но, если они там, у них есть долгосрочная аренда квартиры, либо, если у них там есть, в общем, родственники, недвижимость, все такое. Договор у меня как раз-таки аренды с собой есть. И я очень надеюсь, что все у нас пройдет с вами нормально. Да, Ваню? Так что, вот это видео вы увидите сегодня. Сегодня у нас 17-я среда. А если видео выйдет завтра к вечеру, значит, мы долетели до Крыма. И все у нас в порядке. И, значит, мы поселились. В общем, все это будем с вами смотреть по обстоятельствам. Посмотрим, прилетим в Симферополь. Посмотрим, что там в аэропорту Симферополь. Какая там действует система. Кто вас встречает, встречает или нет. Трансфер мы тоже уже с вами заказали. Трансфер от Симферополя до Алушты стоит 2000 рублей. Ну, это на сегодня все, чем я хотела с вами поделиться. Очень надеюсь, что мы увидимся с вами вновь. Всем желаю отличного настроения, здоровья. Пока-пока. Знаете что, мои мысли, мои стакуны. Обязательно, так как мы едем в Россию, то полис обязательного медицинского страхования нужно взять. Детский. Ну, и свой, и детский. Потому что мало ли чего. Обычно это комплект документов, когда за границу едешь. А у нас может кто-то забыть. Свидетельство, разумеется, и полис.